Вячеслав Котляров Вячеслав Котляров Значит, если мы сомкнем ножницами вот это, и ножницы окажутся тут, никакой Америки не получится. Поэтому наша задача качественно сомкнуть ножницами. Вот Асгард, вот здесь на этой карте изображен, вот он. Асгард. Вот он уже есть. И вот даже не надо рисовать, там просто стереть эти буковки дурацкие. Асгард уже есть, вот он. Все, даже демонстрацию сейчас включу. Демонстрация. Я тебе наличку послал, ну, изменную, ну, новую, короче, картинку. Там, где нет северного части Америки. Да оно классно, оно будет шикарно, если смотри. Как если бы я умел пользоваться программами, что бы я сделал? А сделал я следующее. Мне просто свел один человек, но он свел, ну, на мой взгляд, не совсем удачно. То есть, что я бы сделал бы? Я бы взял бы в программе, свел бы вот эти материки. У меня есть они сведенные, только разрешение самого низкого качества мне человек сделал. То есть, когда ножницы захлопнулись, получилась вот эта карта. И линия вот теперь уже сведенных ножниц, обратите внимание, уже проходит здесь. Адан Касан болван, он подслушивает нас. Вот, я все вижу, высоко сижу, далеко гляжу. Так, смотрите, теперь идем дальше. Нам фактически надо постараться, я же говорю, если бы умел бы прогами пользоваться. Так, сейчас. Ты хочешь поместить эти два континента сюда? Ну, один уже помещен, осталось это. Вот так, подожди, я тебе могу скинуть вот такие картинки, да? Которые уже без вот этих полосек, ну, и все вот эти рисунки. Ну, давайте еще раз, это для зрителей пройдемся. Вот справа Агарта. Я просто не могу. Вот она уже есть, вот она Агарта, видите? Хе-хе-хе, класс. Вот. Еще бы как-то шикарно Либерию запихнуть. И еще раз повторю, вы знаете, что эти континенты для каждых стран по-разному назывались. Просто их можно уменьшить. Ну, я, это я понял, я сейчас это, сейчас я демонстрирую. Вот ее надо как-то вот сюда запихнуть. Взять там вот эту же кисточку, да, вот эту. Просто скинь мне фотки, уже все будет готово. Да, да. В несколько минут. Эч, эч. В белого цвета или какого? Не, не, вот как раз-то вот этого. А, все, я понял, понял. Вот, меня отзеркалили, но недоразвернули. Смысл того, чтобы, как мы привыкли, чтобы мозгам было нам легче ориентироваться, чтобы не вот так вот этот носик проходил, а просто ее как-то вот так вот повернуть влево. Или тоже такой возможности нету повернуть. Ну, через эту программку точно невозможно, через пайнт. Ну, давайте, тогда я скину то, что он уже вывел. Потому что выбора особо у меня нету. Что значит лучше? Чем хуже, тем лучше. Ну, это, в данном случае и так борьба идет за качество. Вот, ну здесь, да, все просто. Особенно, сейчас еще хочу показать, как я это с гипербореей пошутил. Сам для себя, чтобы было понятней. Я вот так вот аккуратно взял. Ну, сейчас я стараться не буду, я смысл покажу. Нет, немножко постараюсь. И вот так вот сделал. Ну, хотя бы визуально понятно, что оно здесь зеркалит, но просто мозги, я же говорю, что тяжело с мозгами местных жителей, и они это не ловят. И еще, причем, вот здесь тоже не до конца все ясно, но в целом, благодаря этой карте, лично для меня намного понятнее, где находится Канада, США и Китай, чем на тех картах, которые нарисовали. Вот парадокс. А почему она правильная, эта карта? Потому что, ну, более-менее правильная. Потому что вот этот нижний остров, он сошелся. Оно отчетливо видно, что он замкнулся. Поэтому и вот эта часть Сибири, даже вон по рекам, вот река, сейчас покажу, она сошлась. Вот. Вот эта река. Это при скрещивании, вот, видите, она сошлась. То есть это вообще сверхкарта, это я не знаю. Это тем более, здесь реально отображен соседний материк. Вот он. Ну, его переделали типа, типа опа-апа. Сейчас я даже... Я просто вам, уважаемые слушатели и зрители, увеличить. То есть они нанесли Тера, там, Фанера, Валера и так далее. То есть... А вообще надо было просто им написать Асгард. Чисто по-человечески. Асгард. И не выпендриваться. И не ждать, когда Котлеров разгадает, что это Асгард. Причем, кто помнит, вот, давайте я расшарю эти... Эти нацистские карты. То там Асгард, по сути, береговая линия почти так же самая изображена. Просто, если здесь учитывать, что она сразу в Антарктический... Этот... Впирается. Впячивается. Не знаю, как еще подобрать. Вход. А, вот Асгард. Если здесь на этой карте они какой-то небольшой задел нарисовали, что нечетко сразу переходит в Антарктический круг, то вот на вот этой карте... Вот этой окружности специально замазали море, которое здесь должно быть. Угу. Ну, так уже более понятнее, да? То есть вот Асгард, вверху надо Либерию присобачить как-то. Самое печальное, что не все до конца понимают, что это ножницы сомкнулись. И вот почему я удивился, когда ты изобразил эту Америку. При смыкании ножниц ей просто места нету. Вот. Она просто исчезает. Африка тоже не совсем правильно. Африку, ну, то уже потом с Африкой. Давайте разберемся хотя бы. Просто, почему я цепляюсь именно за эту Африку? Да потому что очертания, вот шо-шо, Африка и Европа, это два континента, которые в головах у нас намертво засели. А вообще по хорошим делам. Демонстрация идет. Заход экрана. Африку вообще надо изображать так. Никакого носика у нее нету. Она со всего размаха входит в антарктический круг. Просто конкретно, без всяких там приседаний, то есть, носа нету. То есть, сразу переход в антарктический круг. Столь же недоступным изображается в Толемеевых описаниях земли и южный путь вдоль африканского побережья. Невозможным считается обогнуть морем эту песчаную пустыню, дикую, необитаемую страну, простирающуюся до Антарктического полюса и неотделенную ни одним проливом от Тера Австралиус. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слушаете меня, слышите меня. Всего вам доброго. До новых встреч. Быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин